Здравствуйте! Сегодня четверг, 1 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин утверждает, что военно-транспортный самолет Ил-76, предположительно перевозивший украинских пленных, был сбит в Белгородской области ракетой системы «Петри» от американского производства. Россия использует в Украине полусекретный батальон так называемых «лютых штурмовиков» из числа бывших заключенных. Расследование проекта «Система». Международный суд ООН обвинил Россию в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Также сегодня. Один из основных законов российской жизни сводится к тому, что всякое последующее начальство хуже предыдущего. Пусть уж лучше этот. Ровно 15 лет назад состоялась интернизация нынешнего патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Как я уже упоминал вчера, в среду состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной всего через неделю после катастрофы в Белгородской области самолета Ил-76, перевозившего, как утверждает Министерство обороны России, 65 украинских пленных, которых планировалось обменять 24 января, в день катастрофы. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что среди тех, кто вернулся вчера в Украину, нет тех военных, которых планировалось обменять на прошлой неделе. А Владимир Путин, встречаясь вчера со своими доверенными лицами, заявил, что Ил-76 был сбит ракетой комплекса ПВО «Патриот», находящегося на вооружении ВСУ и что это, по его словам, установлено совершенно точно. Самолет сбит, это уже установлено точно американской системой «Патриот». Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально пользуюсь случаем, официально говорю, мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит с системой «Патриот» из конкретного места. И в конкретное время, я уже говорил, в 11.10 было произведено два пуска с территории подконтрольной украинской власти. Вот мы просим о том, чтобы приехали международные эксперты. Это был Владимир Путин, дававший интервью практически одновременно с этим выступлением Путина. Глава Думбского комитета по обороне Андрей Картополов тоже говорил о ракетах «Патриот», но не так однозначно. По его словам, чтобы точно доказать, что Ил-76 сбила именно ракета такого типа, еще нужно провести целый ряд экспертиз. Мы, скажем так, убеждены, что это «Патриот», а нам необходимо это подтвердить официально. То есть нужны экспертизы, нужны неубиенные доказательства. Нам необходимо дождаться результатов экспертизы. Там ведь на блоке самолеты, они с самого начала, была информация, что они достаточно большую территорию, разбросанные. И, скажем так, точка попадания ракеты и точка падения самолета – это совсем не одно и то же. То есть основной разлет осколков – это там, где ракета попала в самолет. Вот надо это место обнаружить, его исследовать, не забывайте, что сейчас зима, снежный покров – это большая-большая работа. Говорил глава Думбского комитета по обороне Андрей Картополов, но и добавлю, что ни одна международная организация, вопреки заявлениям Владимира Путина, еще не заявляла, что получала запрос от России с просьбой провести независимое расследование катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. С осени 2022 года российская армия вербует заключенных на войну в Украине, ими комплектуют штурмовые отряды на самых сложных участках фронта. И даже среди таких бойцов существует своеобразная элита – батальон спецназа, состоящий из нескольких сотен осужденных, в основном неженатых и с боевым опытом предыдущих войн. Они называют себя гладиаторами в честь попавшего в опалу бывшего генерала 58-й армии с позывным «Спартак». Несмотря на этот, если можно так выразиться, престижный статус, командует батальоном, осужденный за жестокое убийство. Бывший полицейский, выживаемость солдат в некоторых ротах батальона не превышает 40%. Слово автору расследования проекта «Система» Кириллу Пеловодьеву. Российское военное руководство, в том числе, как я, судя по всему, понимаю, руководство 58-й армии, они решили создать такой батальон спецназа штурмового из бывших заключенных. И да, они заточены только на штурмы, в отличие от известных «Шторм-З», «Шторм-В», которые иногда занимаются какими-то логистическими задачами, стараются туда отбирать людей с боевым опытом, то есть кто проходил, вот обычно это люди, кто прошли чеченские кампании 90-х, стараются брать людей в хорошей физической форме, либо людей, кто служил в органах или в армии когда-то раньше, до тюрьмы. И самое такое необычное, с другой стороны, объяснимое, это как раз стараются брать официально неженатых. Например, там командир этого батальона, он бывший сотрудник МВД Кабардино-Балкарии, был осужден за довольно такое зверское убийство. Их тренируют бывшие вагнера, те, кто в том числе участвовал, как я понимаю, в летнем марше, и, что интересно, бойцы Ахмата. Кандыровцы тоже участвуют в их тренировках, и, насколько я понимаю, один из штабов, а может быть, основной штаб гладиаторов, который находится в России, это как раз штаб, который находится в городе Шали Чеченской республики. Там вот один из штабов 58-й армии как раз. Это был автор расследования о российском штурмовом батальоне «Гладиатор», журналист проекта «Система» Кирилл Беловодьев. Время свободы Международный суд ООН частично удовлетворил иск, поданный Украиной против России в 2017 году. В своем решении суд признал, что Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку не провела расследование причастности представителей так называемых ЛНР и ДНР к террористическим формированиям. Однако суд заявил, что у него нет достаточных доказательств для того, чтобы считать донецких и луганских сепаратистов террористами. Можно ли считать лишь частичное удовлетворение иска поражением Украины? Вот как на этот вопрос отвечает украинский юрист Марина Ставничук. «Нет, конечно. Для Украины это решение имеет прецедентное значение, и в этом его и историческая, и правовая суть и значение. Впервые, по сути, Международный суд ООН действительно признал Россию, пусть и по отдельным конвенциям, не в вопросах военной агрессии, полномасштабной военной агрессии против Украины, но суд признал, что Россия есть нарушитель международного права. Это очень важный момент, именно закрепление этой позиции через решение Международного суда ООН. Да, многие требования Украины не удовлетворены судом. Хотя Украина, обращаясь в Международный суд ООН, понимала, что все требования не будут удовлетворены. Для нас важен сейчас сам факт принятия соответствующего решения Международным судом. Ну, наряду с тем, что это и с точки зрения международного права очень важный момент, но и с точки зрения военной агрессии, тех претензий, которые сегодня имеет Украина при полномасштабной военной агрессии к стране оккупанту, к стране-агрессору, это тоже важный момент для понимания общей ситуации. Украина понимала, что сложность доведения доказательной базы будет присутствовать. Скажем, мы не имеем доступа на территорию Автономной республики Крым, на территорию Севастополя. Нам достаточно сложно собирать доказательства в таких условиях, потому что территория этих регионов Украины есть оккупирована. И поэтому Украина имела понимание того, что в полной мере ее претензии не будут удовлетворены. Это было мнение украинского юриста Марины Ставничук. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». 2 февраля Международный суд ООН должен вынести решение по еще одному иску Украины против России о нарушении России Конвенции о предотвращении геноцида. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 февраля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Очень-очень коротко вернусь к теме выдвижения кандидатов на президентских выборах в России. Вчера, как известно, истек срок подачи подписей в поддержку тех из них, кто должен представить эти подписи согласно действующему законодательству. И, как я уже рассказывал, вчера утром подписи сдал Борис Надеждин. А уже через считанные часы после этого в сюжетах российских государственных телеканалов стали появляться сообщения о якобы найденных недочетах в подписных листах Надеждина. Вот фрагмент такого репортажа. Вы знаете, какая ситуация? Здесь 79 листов, а не 143. И ночка такая странная, если честно. Почему-то они все получатся в обычах внутри. Нет, не качественные обрушения. Вообще, конечно, в законе написано 5 подписей на листе. Очень-очень странная история. Но, в общем, в любом случае здесь нужно это. Ну и все это, конечно, немедленно породило слухи о том, что Кремль недоволен растущей популярностью Надеждина и общественное мнение в России готовят к снятию его с выборов. Произойдет это или нет, станет известно уже совсем скоро. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Объем поставок энергоносителей из России в Европу в прошлом году упал до уровня 70-х годов 20-го века. При этом доля возобновляемых источников энергии в потреблении в европейских странах бьет рекорд за рекордом. О снижении зависимости Европы от российского природного газа свидетельствует отчет Международного энергетического агентства. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант. Эксперты агентства почитали, что в 2023 году спрос на газ в Европе упал на 7% до минимального уровня с 1995 года. Поставки по трубопроводам из России снизились еще более радикально. 65 миллиардов кубометров в 2022 году они упали до 45 миллиардов. Это минимум почти за 6 десятилетий, с начала 70-х годов прошлого века. При этом перед войной в 2021 году Европа закупила у «Газпрома» 140 миллиардов кубометров. То есть за два года поставки рухнули в три с лишним раза. И несмотря на то, что цены на газ сейчас на порядок ниже максимумов, достигнутых в конце 2021 и первой половине 2022 года, после начала войны, ростопотребления газа в Европе не прогнозируется. Причина в том, что замещают европейцы российский газ не только поставками по трубе из Норвегии и жиженным природным газом из США или Катара, но и более активным использованием других источников энергии. Франция, например, активно наращивает выработку на атомных электростанциях. Германия атомные электростанции закрывает, но в большей степени полагается на солнечную и ветроэнергетику. В целом Евросоюз уже несколько раз за последние два года пересматривал цели на 2030 год по доле возобновляемой энергетики. И каждый раз они становятся все более амбициозными. И все благодаря тому, что отрасль развивается быстрее, чем изначально было записано во всех стратегиях. Даже в первой половине января этого года, когда из Арктики в Европу пришли 30-ти градусные морозы, цена на газ серьезно не выросла, поскольку тогда установилась ветреная погода и выработка энергии ветрогенераторами выросла. 21 января, когда над Балтикой пронесся шторм Иша, ветряки обеспечили треть всей европейской энергии, а в Германии их доля выросла до 70%. И останавливаться на достигнутом европейцы не планируют. В ближайшие пять лет количество солнечных панелей и ветрогенераторов в Европе должно вырасти в два с небольшим раза. Собственно, происходит ровно то, о чем предупреждали еще перед войной, когда Газпром с благословения Путина спровоцировал европейский энергетический кризис. Европа приложила серьезные усилия, направленные на то, чтобы освободиться от зависимости от России. И результаты, которых удалось добиться всего за два года, превзошли все ожидания. Газпром стремительно лишается доли на рынке ДССР, а потом и Россия доминировали полвека. Попытки компенсировать убытки поставками в Китай приносят пока более чем скромные плоды и требуют дополнительных многомиллиардных вложений. Можно было бы порадоваться, конечно, тому, что у Газпрома наконец дошли руки до газификации России. Беда в том, что компания прилагает неимоверные усилия к тому, чтобы компенсировать европейские потери за счет внутренних потребителей. Рано или поздно правительство вынуждено будет уступить, и цены подскочат. Комментарий экономического обозревателя свободы Максима Бланта. Время свободы. Ровно 15 лет назад, 1 февраля 2009 года, состоялась церемония интронизации патриарха московского и всея Руси Кирилла в миру Владимира Гундяева, избранного священным синодом РПЦ после смерти его предшественника, патриарха Алексея II. До этого Кирилл почти 20 лет был председателем синодального отдела внешних церковных связей РПЦ. Его сотрудничество с КГБ СССР и ФСБ России давно доказано. Кирилл известен своей любовью к роскоши, в том числе к дорогим автомобилям. На третий год своего патриаршества Кирилл поддержал выдвижение Владимира Путина на третий президентский срок и с тех пор является его активным сторонником. В 2022 году Кирилл оправдал в своих выступлениях вторжение России в Украину и продолжает поддерживать так называемую специальную военную операцию. О нынешней политической и общественной роли патриарха Кирилла рассуждает священник Яков Кротов. 15 лет с одной интернизацией патриарха Кирилла – это большая дата, вспоминается, как отмечали эту интернизацию на радио Свобода. Но, пожалуй, некоторая уникальность патриарха Кирилла в том, что вообще-то отсчитывать надо с 1967 года, когда совсем еще юный первокурсник-семинарист был завербован органами. Органами, ну, обычно говорят, агент КГБ, но поскольку он был брошен на заграницу, то, может быть, речь идет о службе внешней разведки непринципиально. Но согласимся, что 55 лет служения Кремлю – это дата выдающаяся. Тем не менее, я боюсь отравить все удовольствие юбиляру. Но, к сожалению, роль патриарха Кирилла в современной российской истории чрезвычайно преувеличена. Я периодически сейчас встречаю в журналах типа «Atlantic» или «The Foreign Affairs» упоминание, что в России «Military Theocracy» – военная теократия. И патриарх Кирилл при таком освящении становится главой государства российского. Это, конечно, недоразумение, потому что главой государства российского остается все-таки Владимир Владимирович, а патриарх Кирилл – один из третьестепенных чиновников. Вот что поразительно, как из третьестепенной фигуры глава государства сделал себе оперативное прикрытие, в сущности, перевел стрелки. Ведь, может быть, Западу действительно кажется, что Россия усыпана православными черносотницами, хоругами. Но отсюда мы видим, что, наоборот, православной символики стало меньше, православные растяжки с поздравлением не исчезли с улиц. И точно так же, как в современной Москве, реже встретишь военного, чем это было в 85-м году или в 75-м, а в 65-м военных просто на улице было очень много. Они все переоблачились в гражданское. Точно так же, даже при Хрущеве чаще встречался священник на улице, чем в наши дни. Людям стыдно. И, наверное, это неплохо. А вот что до роли, то, вы понимаете, все-таки в школах военная пропаганда, пропаганда реликой России и прочих идей вождя, она ведется не в церковном русле, она ведется в абсолютно светском и секулярном русле. Но кто скажет из экспертов, как зовут нынешнего министра образования или министериду? Никто не знает. Между тем, вот действительно, все шишки упали на патриарха Кирилла. Но если завтра его заменят на Шивкунова или Алфеева, будет то же самое. А главное, если завтра его заменят на иудеи или мусульманины и сделают ислам или иудаизм, государственные религии, все будет то же самое. Основной поток военной лексики идет через светские институты. И вот с них перевели на несчастного патриарха Кирилла Стрелки. Но сильно жалеть его не приходится, потому что он получил награду свою, и яхты, и дворцы, и уважение. А с другой стороны, конечно, встает вопрос. Как там в полночь, как говорил поэт, когда вот часов, размеренный бой, что ему говорит совесть? Ну, я думаю, что совесть уже давно-давно ничего не говорит. Все-таки 55 лет идти к вот такому достижению, или 65? Нет, 55. За это время совесть абсолютно высыхает. Она сублимируется во что-то совсем другое. И хочется пожелать многое. И это потому, что один из основных законов российской жизни, который я лично выдал и предлагаю назвать законом Кротова и дать Нобелевскую перемену, сводится к тому, что всякое последующее начатство хуже предыдущего. Пусть уж лучше этот. Известное, симпатичное, благообразное, зло, но и все-таки европейского такого стиля. Следующий точно будет хуже. Так что пока понежимся в лучах славы патриарха Кирилла. Комментарий священника Якова Кротова, напомню, сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня интронизации патриарха московского и всея Руси Кирилла. Время свободы. В 21 веке число участников лунного клуба заметно увеличилось. Помимо двух основных конкурентов периода Холодной войны, США и СССР, ну, Россия, конечно, является наследницей Советского Союза, свои аппараты на Луну успешно отправили Китай, Индия и Япония. Что спровоцировало всплеск интереса к Луне спустя почти полвека затишья? Почему США взяли столь длительную паузу после завершения программы «Аполлон» и чем занималась НАСА все это время? О многочисленных попытках вернуться на Луну, о космических разработках, заложивших основу для будущих концепций, о зарождении лунной программы «Артемида» рассказывает документальный проект русской службы «Голоса Америки» «Назад на Луну». Слово его автору Олесю Круглякову. Лунная тема, я бы сказал, переживает сейчас новый бум. Потому что, как только выяснилось, что на полюсах Луны, в основном на южном полюсе, есть залежи льда, это резко изменило отношение многих космических агентств, больших и маленьких стран, частных компаний, которые вдруг решили, что вот сейчас они должны претендовать на свою долю лунного пирога. И, если даже посмотреть статистику, за последние пять лет на Луну было отправлено больше миссий, чем за первые 15 лет уже 21-го столетия. Поэтому все летят, долетают, прилуняются, разбиваются, переворачиваются, мучаются, но летят к Луне и стараются все-таки отхватить себе какую-то часть. Действительно, для многих это темное такое закулисье. Никто не знает, занимались ли вообще лунными программами в Америке, в других странах. Мы пытаемся приоткрыть эту завесу. И, в общем-то, новый фильм – это такое продолжение тематическое, того, что было у нас пять лет назад. Мы закончили на фразе известного научного эксперта Джима Слейда, который сказал, что рано или поздно все вернется опять в центр Кеннеди, и Луна станет нашим трамплином в исследовании далекого космоса. Так вот, эти слова мы решили взять за отправную точку, подхватили эту фразу. И, кстати, Джим Слейд тоже будет участвовать у нас в этой серии, как один из приглашенных экспертов. По сути, действительно, многое происходило. Все эти 50, уже 5 лет, ну, после 1972 года, чуть меньше, НАСА пыталось убедить Конгресс, убедить правительство в Вашингтоне, что это стоящий проект, что на него стоит выделять деньги. Но так или иначе, многие разработки наталкивались на какие-то политические проблемы, на финансовые проблемы. Существует около 50 различных толстенных материалов, которые доказывали ту или иную концепцию. Мы рассказываем, как минимум, о некоторых из них. Не все знают, что и космическая исследовательская инициатива, и Space Shuttle, да и, в общем-то, МКС, которая сейчас летает, Международная космическая станция, все это те самые ступеньки, как говорят американцы, building blocks, строительные блоки, которые помогали НАСА добраться, наконец, до реализации лунной программы. Мы даем цитаты из разных президентов в разные времена, 80-е, 90-е, 2000-е, которые заявляли, ну, вот-вот, завтра мы точно летим на Луну, вот у нас программа, пожалуйста, подключайтесь, Америка летит, сверкающее будущее космическое. Ну, вот, летело 50 лет. Даже многие говорят, что потерялись какие-то лунные чертежи ракет, что Стэнли Кубрик закрыл свою студию, поэтому Америка не летает. Ну, я хочу сказать спасибо всем, кто так говорит. Скептики и сторонники заговора, это вообще наша самая любимая публика. И Артемиды взялась не на пустом месте. Действительно, и шаттл, от которого взяты основные элементы, которые входят в современную мегаракету СЛС и концепция модуля лунного, все это взялось вот именно из тех наработок 70-х, 80-х, 90-х. О новом проекте русской службы «Голоса Америки» назад на Луну рассказывал его автор, корреспондент «Голоса Америки» Олесь Кругляков. Ну, а из России ученые уезжают. В частности, уехала Ася Казанцева, один из самых известных российских научных просветителей, автор нескольких книг о работе мозга и сознания, популярный лектор и журналист. Казанцева принципиально осталась в Москве после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и транслировала в своих социальных сетях однозначно антивоенную позицию. За прошедшие два года Казанцеву несколько раз задерживали, в том числе под надуманными предлогами. Ее лекции срывали, ее домашний адрес опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой. Казанцева с маленькой дочерью покинула Россию по совету своего адвоката только после того, как в эфире федерального канала заявили, что она якобы финансирует ВСУ. В первом посте, опубликованном из Тбилиси, Казанцева пообещала, что вернется в Россию, как только, по ее выражению, переменится ветер. Вот как Ася Казанцева ответила на вопрос моего коллеги Сергея Добрынина, что из того, с чем она сталкивалась в России в последние два года, было самым обнадеживающим, а что самым беспросветным? Самыми обнадеживающими, может быть, было второе задержание по камерам 30 сентября 2022 года, когда я была на последнем месяце беременности. Меня задержали по камерам. Сначала сказали, что как призывника. Я говорю, посмотрите мой пузо, какой же я призывник. Вы с дубой рухнули. Вот, они удивились сами, говорят, ну не знаем, наша система сферы говорит, что надо вас задержать. А сегодня мы задерживаем призывников. Пойдемте разберемся. Повели меня в этот кабинетик милиции в микро. Звонили куда-то, говорят, вот у нас девушка беременная, как она может быть призывником. Им сказали, что раз беременная девушка, значит, это не призывником, а значит, это из-за референдумов ее задерживают. Из-за опасения, что я пойду, видимо, в Кремль пузом Путина сверкать в честь референдумов. Но, значит, говорят, надо все равно отвезти в отделение, провести беседу, взять объяснительно. И, получается, сначала два полицейских меня задержали, потом два полицейских меня конвоировали в ОВД, потом два полицейских там меня обрабатывали, на воспитательную беседу спрашивали, объясните, почему вас задержали? Я говорю, понятия не имею, почему меня задержали? Они говорят, так и пишите, понятия не имею, почему меня задержали? Говорят, а может, вас раньше задерживали? Я говорю, ну да. А, ну вот вас потому и задержали, что раньше задерживали. Вот, и обнадеживающим тут было то, что было очевидно, что им всем очевидно, что они занимаются фигней. Что никто из там этих восьми человек, которые уделяли мне время, не понимал, зачем они должны уделять мне время. Вот, это давало некоторую надежду, что, может быть, они перестанут заниматься фигней. может быть, как-то для того, чтобы пользу обществу приносить, преступников ловить, а вместо этого беременных челочек ВВД конвоирует объяснительные беседы брать, но фигня это, и как-то они тоже транслировали, что им самим кажется, что это фигня, но просто вот у них система такая, протокол такой, что они не могут меня просто взять и отпустить, хотя все бессмысленно. А самый беспросветный, ну, это когда моя бабушка, которая 90 лет мне предсказывает, что ей по телевизору говорят. А, кстати, знаете, вот самое удивительное, что в беседах с полицейскими, в беседах с бабушкой часто встречаются снародив про то, что война между Россией и Украиной развязала Америка. Про то, что, значит, Америка для того, чтобы ослабить Россию, заставила Россию на опасную Украину. Ну, как бы тут дальше логичный следующий вопрос. Тогда, получается, может быть, Путин иностранный агент? Путин-то зачем повелся и вот напал на Украину ради того, чтобы интересы Америки таким образом насаждать? Вот на этом месте люди обычно зависают. Это была российский лектор и журналист Ася Казанцева. Интервью с ней записал мой коллега Сергей Добрынин, и полную версию этого интервью можно найти на нашем сайте в интернете www.swaboda.org Ну и последняя на сегодня новость. История с задержанием в Таиланде. Осудившей войну в Украине российской группы B2 разрешилась благополучно. Все музыканты группы, в том числе и въехавшие в Таиланд с российскими паспортами, были депортированы в Израиль, а не в Россию, чего пытались добиться российские дипломаты в Бангкоке. Формальным поводом для задержания группы был тот факт, что они сыграли концерт на Пхукете, имея туристические, а не рабочие визы. В камере миграционного центра на 80 человек музыкантам пришлось провести целую неделю. В какой-то момент возникла реальная угроза их депортации, причем прямым рейсом в Москву, но ее, к счастью, усилиями дипломатов сразу нескольких стран и российских оппозиционных политиков удалось предотвратить, что, увы, не снимает проблему преследования в разных странах по запросам российских властей, осудивших войну в Украине российских музыкантов, артистов и общественных деятелей. Большие города Пустые поезда Ни берега, ни сна Все начинать сначала Холодная война Это был информационный дайджест «Время свободы». Его представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бопченецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова